Слава Роду Всевышнему, Слава Всевышнему, Слава Всевышнему, Благодарю! Мы приобрели работы с нашей молодежной организацией «Характерное казачество» в Украине за последние 5 лет. Именно 5 лет назад была создана наша молодежная организация. Начну я с того, что поясню самоназвание «Характерное казачество». Тот, у кого есть корни в Украине, по общению я так понял, что у многих сидящих здесь есть корни на моей родине. Тот, наверное, слышал хотя бы один раз в жизни такое слово, как «характерник» или «характерник», если по-русски произносить. Это такие запорожские сечи у городских казаков, у рейстровых казаков, у вольных казаков. Люди, которым казаки в очень сложные моменты истории, личной жизни обращались за советом, обращались за помощью и всегда ее получали. «Характерники» есть носители древней традиции, которые они не утратили, которые они сохранили и в Запорожской сечи, и в Задунайской сечи, и в Богогардовской сечи, во всех сечах, которые существовали на территории Украины. Также мне известно, что в кубанском казачьем войске очень долгое время сохранялся корень характерников, или пластуны их еще по-другому называли. Мы, как бы, не напрямую, но подсознательно связали название нашей организации с «характерниками». Хотя для властей мы поясняем название нашей организации как «характерное», то есть традиционное, чему-то присущее. Ну, присущее, понятно, Украине, характерное казачество Украине. Подсознательно мы имеем в виду, что свою традицию мы выводим как раз от казаков-характерников. Ну, если называть исторические личности более известные, то это были Гетман, Петр Сагайдачный, Кошевой Этаман Иван Сирко, Иван Подкова, Иван Бугун, Золотаренко и многие-многие другие. Особенно много их было в армии Богдана Хмельницкого. Поэтому он особое, скажем так, усилие поставил на, как правильно сказать, привлечение в свое войско казаков-характерников. И битвы, которые происходили, первые битвы освободительной войны, Первые битвы освободительной войны в Украине, 48-52-го годов, проходили при помощи как раз языков-характерников. Поляки, которые описывали поединок под Корсуни, да, это 48-й год, 1648 год. Я лично пересматривал эти документы в Комице-Подольском архиве, они писаны на старопольском языке, ну, как бы, есть возможность понять, о чем идет речь. Поляки, свидетели Ковсанской битвы, говорят о том, что перед боем казаки, несколько казаков, около 16 человек, плясали танец на поляне, и в польском лагере просто началась взаимная резня. То есть поляки сами себя порубили. Если кто имел возможность смотреть фильм «Огнем и мечем», который снял польский Ежи Гохман, там как раз показано один из эпизодов, когда главного героя, вот Кшетузского, встречает польский разъезд и говорит о том, что поляки убежали, даже не вступив в поединок. Это действительно был такой исторический факт. Интересно еще то, что расстояние в 700 километров от Корсуня к Львову поляки преодолели за 25 часов. То есть ужас был панический. Ну, можно представить, какой силой обладали и обладают характерными и сейчас. Далее. Мировоззренческие основы, на которых стоит характерное казачество. В нашем уставе говорится о том, первый пункт первого раздела устава говорит о том, что характерное казачество является молодежной, родноверческой организацией, которая в своих основах полагается на родную православную веру, не принуждая и не запрещая членам организации исповедовать, либо не исповедовать веру как таковую. То есть мы не навязываем родную православную веру своим казакам, но каждый казак знает, что, представляя интерес организации где бы то ни было, а это, как правило, повседневно, ежечасно, казак должен защищать мировоззренческие основы родной православной веры, даже если он не является исповедником нашей веры. Это та традиция, которая тянется из многих украинских патриотических организаций. Мы переняли ее и будем продолжать в будущем. Она показывает свою эффективность. Есть результаты, опять же, то, что я говорил в предыдущем своем докладе, что молодые люди ненасильственно переходят на родную веру, родную православную веру. Далее. Руководство нашей организации. Верховным волхом мы сознательно отказались от титула Гетман, потому что титул Гетман – это титул государственного деятеля. Гетманом может быть только глава государства Украина, к чему мы и стремимся создать в Украине гетманское государство, как показала практика 20-го столетия. За 8 месяцев гетманата в 1918 году Украина не достигла даже того уровня за 12 сегодняшних лет. Гетману Павлу Скоропадскому удалось за 8 месяцев возобновить экономику государства Украина, возобновить территориальную целостность, возобновить армию, создать военно-политические союзы, в том числе и с тогдашней, как она называлась, Российской Республикой. Но политический кризис в середине. Украинские местные социалисты, ведомые масонами, поверли в право государству Гетмана Павла Скоропадского, и по сути мы утратили свою государственность, так же, как и русские люди утратили государственность в результате большевистского, жидобольшевистского переворота. Поэтому верховным атаманом характерного казачества является верховный вов родной православной веры Владимир в миру Куровский, его фамилия. Тем самым мы упреждаем какие бы то ни было расколы или брожения в середине нашей организации. Ну, понятно, что Владимир является формальным лидером, то есть реальные полномочия по управлению организацией находятся в руках фишевого атамана, в коем являюсь я, как хранитель веры православной, в родовом копнище родной православной веры. То есть руководство этой организации молодежной находится всецело в руках волхов и жрецов родной православной веры. Мы считаем это хорошей практикой и предлагаем нашим соратникам, староверам православным действовать именно по такому принципу. Будет решено, то есть вы сможете предвидеть расколы и брожения. Это точно. Это наша практика, мы в этом убедились. Далее структура нашей организации. Организация состоит из полков, сотен и куреней. Полк это областная организация, но у нас нету краев, есть только одна автономия. Далее сотня это городское объединение тазиков или районное. То есть наоборот, курене это районное и городское. И сотня это, как у вас говорят, станица. Да, село я. Станица это село, да? Ну, сотня у нас говорят. То есть это традиционное административно-политическое устройство, которое существовало в государстве Богдана Хмельницкого, которое существовало в государстве Едмана Павла Скоропадского. Кроме того, кроме такого административного отделения, организация состоит из пяти управ. Это управа мировоззрения, которое, суть ее деятельности сводится к тому, что волхвы, жрецы и ведущие проводят семинары, занятия. Каждый четверг у нас проводятся занятия для казаков по миропониманию, традиционному древнему миропониманию славян и ариев, которые проводят волхвы и жрецы. Далее, управа идеально-патриотического воспитания. Этим занимаются местные атаманы. То есть сюда что уходит? Строевая подготовка, изучение истории, изучение патриотической песни и, ну, как бы, понимаю, что, да, как мы говорили, что есть, всегда есть среди нас люди не совсем наши, но, как бы, лояльнее было бы это сказать, чтобы меня на границе не арестовали. Нет, нет, я имею в виду, мы проводим и, скажем так, огневую подготовку совместно с военными украинскими обращаемся для помощи в службу государственной безопасности для того, чтобы нас не расценили, как, нет, это по-другому называется, незаконное военизование формувания. Незаконные военизированные формирования. Так будет. У нас была такая, ну, пресловутая, вы ее хорошо знаете, такая организация была, УНСО, вот под нее, ее специально создала наша КГБ или СБУ, и под нее создали закон незаконных военизированных формирований. Что интересно, что по этому закону даже футбольная команда является незаконным военизированным формированием. То есть по этому закону любое объединение граждан, в котором есть иерархия командиров, то есть управление, и которое носит одинаковую форму со знаками различия, является незаконным военизированным формированием. Под это подпадают футбольные команды, спортивные клубы, и что самое интересное, даже фристасианские, монашеские ордена тоже подпадают под незаконные военизированные формирования. Мы даже в свое время хотели попробовать возбудить уголовное дело по этому поводу. Но одумались, решили, что не следует, не своевременно это делать. Поэтому мы обращаемся за помощью к нашим военным, ну, насколько я знаю, это и кубанские войска практикуют, и к службе безопасности Украины. Далее у нас есть убраво-знаморство. Опять же, этим опекуются жрецы и ведущие родной православной веры. То есть они учат казаков самосохранение и самовыживание в открытой среде, как естественной, ну, у нас говорят, природной массовердовщики, природной среде, так и в городе. То есть как сохранить свое здоровье, как выжить в лесу, в горах, и так далее, и тому подобное. Далее, убраво-обучение и просвещение. Этим занимаются, опять же, волхвы и ведущие родной православной веры на еженедельных занятиях, которые проходят во вторник. То есть во всех куренях, сотнях и полках во вторник проходят занятия такого просветительского характера. Ну, что мы там изучаем? Изучаем, вот говорил Александр, что не следует употреблять этого слова «психология». Изучаем душу человека, что она собой и является. Изучаем, опять же, возвращаемся к той же истории, изучаем религии в Векине, то есть основы религий разных народов мира и тех религий, которые существуют на нашей родине, в Украине. Разные темы поднимаем, в том числе проводим, у нас есть во всех городах, где существуют наши организации, такая программа, как молодежный дискуссионный клуб «Верес». Каждый вторник они собираются, у нас, кроме того, есть в Украине такая организация, называется «Всеукраинские товариства просветительства» и украинскую мову, кажется так, просвета. Совместно с этой организацией мы проводим эти клубы дискуссионные, где собираем молодежь старших классов, 11-10 классов и младшие курсы в вузах. То есть выносим разные темы на обсуждение, начиная с истории и заканчивая здоровым способом жизни. Таким образом, опять же, подспутно мы притягиваем к себе молодежь. Опять же, дело утрения на том, что основное направление нашей работы как раз направлено на молодежную среду, на молодежь. Считаем, что именно наиболее перспективно сейчас работать с молодежью. Так случилось, скажем, что старшие поколения наши, те, которые находятся вокруг нас, не смогли намечить нас старой вере, родной вере не смогли дать нам эти понятия, и поэтому мы сами уже тянем эту работу. Хотя и не отказываемся от сотрудничества с более досвеченными, более жизненным, людьми, жизненным опытом. Понимаем, что мы достаточно молоды и еще чего-то в жизни не до конца что-то понимаем. Но так скажем, что мало у нас людей старше 50 лет. Далее. Последнее управо, но мы считаем ее наиболее основной, это хребет, это костяк, это та черепаха, или те слоны, или те столбы, на которых стоит характерное казачество. Это древнерусское боевое искусство Треглава, или, как говорят у нас, давнерусское боевое государство Треглав. Это искусство, которое сохранилось в роду Верховного Волхва Владимира, передалось ему от его прадеда. Суть его сводится к тому, что нанесение ударов в боевая траектория построены по принципу свадки или кола. То есть ведение боя, нанесение удара происходит по коловому принципу. Я, ну, есть здесь у нас представители, насколько я понял, славян-горицы, я не знаю, как у них происходит. Если это, чем мы, скажем, выигрываем в поединках, мы проводим очень часто междуведовые соревнования, на которые приглашаем каратистов, трекуандистов и так далее. Чем мы выигрываем? В восточных единоборствах, то есть те, которые преподуются здесь у нас, так их называют восточные, принцип ведения боя поршневой и нанесения ударов. И в поединке наши языки очень часто выигрывают тем, что ведут именно бой по принципу кола. этот удар наносится кулак, то есть кулак держится не так, как восточный. С торца и по колу. То есть ты нанеся, стоя, за веслом, если... подержать, подержать, если... подержать, подержать, выливают, выливают стройка, так? этот удар он одновременно является и снимающим, вот, передней рукой мы снимаем и заходим. Нет, я не тоже, я просто показываю. То же самое, если у нас в руках находится нож или сабля, понятно, да, где режущая сторона находится, мы можем наносить эти же режущие удары, что так, что так, что так, с любой стороны. В этом и университете все свои упаковки. Кола, кола, везде круг, везде кола. Наш стиль развивается пять лет, с момента создания характерного казачества. Достигли мы хороших результатов, наши спортсмены одерживают победы, получают победы на всеукраинских соревнованиях. Правда, вот у нас были некоторые проблемы с последним фестивалем на острове Хортица, который проходил в конце лыбня, начале серпня, то есть второго-третьего месяца лета. не смогли мы представить свою команду по определенным финансовым усложнениям. С радостью мы бы, я предлагал уже руководству, говорил со всеславом об этом, с радостью мы бы поделились своим опытом, с радостью провели бы семинары, занятия по треклаву для русских, белорусских, болгарских, сервских общин, те, кому это интересно, те, кому это нужно. Приглашаем казаков, кубанцев, танцов в наши летние лагеря, которые проходят традиционно на Перуновы праздники в Лыбне, то есть второй месяц лета, 10-20 дней, где мы изучаем и изучаем треклаву и сдаем на ступени мастерства. Есть 8, вообще-то 16, 8 внешних и 8 внутренних ступеней мастерства. Внешние это для людей, которые не освящены, не посвящены в родную православную веру, и внутренние для людей, которые носят наше древнее мировоззрение. Ну, кратко то, что я мог рассказать о треклаве, я рассказал, хотя я честно хочу признаться, я не есть большим специалистом, я имею право вести инструкторскую деятельность, я этим и занимаюсь в Киеве, но не являюсь великим мастером и великим бойцом в этом. Азы, как говорится в нашем поконе, каждый бог должен уметь защитить себя, свою семью и свою общину, поэтому все наши волхвы, они должны даже если не преподавать треклав, то владеть им в основах. Это обязательное условие при посвящении жреческих сан. У нас родовым бог еще. Далее, в характерном казачестве, говоря о казачестве, мы категорически выступаем против, как у нас говорят, шарварненства и богоненства. Ну, как мне сказали, это в России называется ряженое. Очень много в Украине появилось казачеств, доходят до просто маразматических примеров, когда некоторые, как я говорю, в кавычках гетманы в конвертах погоны отправляют генеральские. Там, где я учился в университете по Мецеподольскам, была одна такая организация казачская, которая называется Виско-Запорожский Незавет. У них было три человека в организации, два генерала Харунжих и один полковник. Это называется Квалунада. Из восьми полков, которые имеют характерное казачество, это около трех тысяч казаков. У нас небольшая организация, я сразу могу говорить. Понятно, по каким причинам, родноверческая, мы набираем только сил, но на этих три тысячи казаков у нас есть всего шестнадцать человек, которые носят старшинские, то есть офицерские по-русски звания. Самое высокое звание в характерном казачестве традиционно это полковник и не более. Раздавать необоснованно погоны, звания и так далее, мы считаем унижением и нивелированием самой идеи казачества. Поэтому мы против этого и стараемся у себя как менее скажем этим афишировать. Говорим о том, что мы есть казаки. Далее, официально так и есть, в действительности мы везде говорим и заглядем, что мы не идем в политику, у нас нет политических целей. Но те умные люди, которые находятся в здании, я уверен, что это большинство, поймут меня. мы занимаемся воспитанием молодежи. Вот и все. Есть ли эта политика, решайте сами. На этом основной деклар, который я хотел сказать, завершен. Пришли вопросы, насколько я понял, постараюсь на них ответить. Мирослав, наверное, Межимер, да, хотел бы сказать. Вы я попрошу, потому что я не знаю на своем. Вы сказали, что на своих занятиях изучаете душу человека. Но душа не есть в отделе, и она не подчиняется законам физики, а посему имеет место быть опасность неправильной трактов и тем, кто проводит эти занятия. Согласны ли вы с данным утверждением? Нет, не согласен, потому что эти занятия проводят волхую и ведущие родной православной верой, это люди, которые посвящены традицию нашим дедам. Поэтому я категорически с этим не согласен. Вы должны, сколько бы я ни говорил об этом, так, не рассказывал, это надо увидеть на своей практике. Приезжайте к нам в лагеря, и вы послушайте эти занятия и решите сами, есть это по обычаю, есть это по ком, или же это лжа. Если вопросов больше нет, я благодарю. По боевому искусству, по боевому искусству сейчас выходит книга под редакцией Владимира, она будет издана самая дольшая клетка. Есть, правда, мы не тиражировали, потому что это внутренний пока стиль, мы не открываем секции для городской молодежи, платных, скажем, бизнес на этом не делаем, это внутренний наш стиль. Элементы есть в газете Треглав, которая на распадках находится, там есть специальный раздел казаческое боевое искусство Треглав. элементы из этого искусства можно почерпнуть из газеты. Опять же, ну лучше это увидеть жильем, попробовать на себе, что это такое. Сколько бы вы кассет не пересмотрели, сколько бы вы книг не перечитали, пока учитель вам не передаст, пока он вас не найдет ваше зерно, то есть пока вы не почувствуете, какое оружие вам близко. сабля, булава, сиф или что-то другое, какая техника вам ближе, бросковая, ударная, так пока это не произведет, вы не постигнете боевое искусство. А как вы молодцы мальчики тренировали? У нас самые младшие три года. Приходят к нам, приходят в казачество люди, ну опять же таки, мало, самый старший, который начал тренироваться в 44 года, кажется. То есть она, программа, она построена так, что на занятии одновременно могут тренироваться люди, как, скажем, младшего школьного возраста, таки студенты, таки люди, которые уже в зрелом возрасте, 30-40 лет. Еще раз благодарю вас за внимание, всего вам лучшего, слава. Александр говорил о том, что хорошо было бы, если бы звучало народные танцы я думал, как бы, мудрец, подготовился, поставился по гитару, думал, как бы, только наше современное аргитовое песне, но я все-таки исполню народную, я правда не готовился к сложной песне, поэтому, опять же, если что, придется очень обращать внимание, эта песня звучит на одном из наиболее западных диалектов, сейчас на этом языке практически уже не говоря, ну, может, нет, правильно, это наиболее западная группа, это та часть Украины, которая после 1939 года ее создали в Польше, сейчас люди живут в Польше, все-таки их очень мало, но, что интересно, что в ней наиболее очень много слов в этом диалекте, которые перекликаются с русским языком и с современным евроистом они уже не звучат. Эта песня называется «Подоблачка». «Подоблачка» «Подоблачком» я вір похилений, сидит на нім пташок примилений, слухат милая, кто и пташок спила, же с любови нич добра не била, же с любови же с любови нич добра не била, мила моя а ти покусо една. Любил я тебя не река и недва, ты митала зі ляси напити, не можнила ніяк без тяжини, не можнила неможнила неможнила ніяк без тяжи жити, не ворошка давно ворошила, же я збурит дівка чорно брива, же не буду идти за нього не можнила Грая его с корнями, Мила моя, что-то будет знамым. Мила моя, мила моя, что-то будет знамым. И следующая песня, это песня, которая написана лицом Шеркасской общины Куличи, песня, которая поется характерно казачеством нашей маломерной организации. Всеслава, она стала по душе в нашем лагере, и он попросил именно песню. Эта песня называется по-украински «Напазир природного полка». Ну, так как Всеслав перевел, это звучит на обзор, да? Я думаю, вы почувствуете душе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звучит Foreigner Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok